Теперь теорема между нас. Заметьте, пожалуйста, что как только мы ее докажем, так существенный блок того, что у нас есть по доказательству формулы Ньютона-Лебница, будет завершен. То есть мы сразу получим и Ролля, и Лагранжа, понимаете? И теорему о том, что если производная равна нулю, то функция постоянная. Таким образом, сейчас стоит постараться. Итак, если функция непрерывна на отрезке, то у нее есть максимальное значение. И минимальное. И минимальное тоже, да. Теорема между нас. Прошу. Подсказка, поскольку в прошлом году мы это на самом деле учили. Функция на самом деле непрерывна? Да, конечно. Функция непрерывна во всех точках отрезка. Ну, пример. y равняется 1x, показывает, что достаточно в одной точке, чтобы не было непрерывности, и с каком-теорема уже прерывается. То есть она успевает. Можно? Можно? Да, конечно. Это как вопрос. А проецировать на ось y к нить? Ну, нет. Можно, конечно. И что? Ну, дальше там получится что-нибудь хорошее, в котором будет есть какой-нибудь верхний звезд. Непрерывный образ компакта является компактом. На самом деле, человек должен доказать такое утверждение. Ну, это один из способов подхода. Ну, как маленький проблем, что я вам объясняю, что компакт вообще такое, но это одно из доказательств. Но не обязательно. Можно и по-другому. Молодец. Какое? Молодец. Это ограниченное замкнутое множество. Маленькая проблема, что это не определение, а теорема. Ну, и что я им сейчас доказал? Да это компакт напрямую. Это ограниченное замкнутое множество. Но это не определение компакта, а это его необходимое. О, а он четко англей, да. Для любого покрытия открытым множеством может быть. Молодец. Конечных покрытий. Да. Ну, компакт это, это множество точек. Напишите, все, кто забыл. Что какое-то покрытие открытым множеством не выбрать, из него всегда можно выбрать конечный набор. Набор этих множеств, которые открытые открытые открытые. Да. Осталось бы сделать две вещи. Доказать, что отрезок компактен. И доказать, что непрерывный образ компакта является компактным. Доказать, что отрезок компактен. Давайте надо вспомнить. Здесь у нас отрезок. Мы его делим в полу. Это все облищи. Если еще легко запомнить. Может быть слышали, иногда говорят, компактная машина. Открывает? Значит, ограниченная и замкнутая. А компактная именно, знаете, по приоритету. Вот этот он и есть. Окраниченная и замкнутая. Может, он не ограничен сверху. Пусть отрезок компактный. Тогда есть такое его покрытие открытым множеством, что из него нельзя выбрать никакое ограниченное покрытие. Дальше, дальше. Давайте посмотрим, что здесь пополам. И хотя бы для одной из этих частей нельзя бы происходить вето покрытие. Да! Тогда получается, что не попало. Не, короче, теперь мы должны подрезкать, а точка у нас не будет покрытой. Типа, придем к облеточек, которые не покрыли ничем. Допустим, что нашлось такое покрытие открытыми множествами, из которого нельзя выделить конечное подпокрытие отрезка. Да, точно будет. Мы разделим его пополам. Тогда... Если бы каждую из половин можно было покрыть конечным... То есть, можно только взять их объединение, но и все, конечно, и все хорошо. Да, вот. Значит, хотя бы одну из них нельзя покрыть. Да. Вот, я тоже разнесу пополам. Из меня тоже можно выделить тот, который нельзя покрыть. То есть, каждый раз мы переходим к отрезку в два раза более короткому, который нельзя покрыть конечным набором наших имеющихся ответных множеств. Да. И получается последователь сложных отрезков. Дальше. Причем их длины с 13 к нулю. Разумеется. Иначе все время в два раза... Они существуют общая точка. Ну, на самом деле, для существования общей точки даже не обязательно, чтобы видеться. Но существует ровно одна общая точка. Да, существует ровно одна общая. Их ней эти отрезки скрутятся, да? Да. Докажем, что эта точка не покрытая. Вот. Ну, допустим, она чем-то покрыта. Ну, чем-то, а открытым множеством. Да, открытым множеством. Вот. Но открытое множество – это такое множество, все точки которого внутренние. То есть, если эта точка покрытая. Каким-то открытым множеством. То, значит, существует какая-то маленькая окрестность, которая полностью находится в этом множестве. Да. Ну, это наш отрезок, в котором идут. Ну, а так как у нас эта точка принадлежит всем нашим отрезкам, которые длинно могут быть скоро годным. Значит, можно найти такой отрезок, который полностью лежит вот в этой окрестности. Мы просто можем подобрать его меньше, чем радиус этой окрестности. Ну, и все. А мы предположили, что он у нас не покрыт ничего. Как, конечно, каким-то. А мы его одни сумели покрыть. Ну, все, получили претерпевречие. Значит, эта точка у нас не покрыта, но, значит, весь отрезок наш не покрыт. Ну, а мы предположили, что его нельзя подобрать. Это покрытие никаким конечным подмножеством из наших открытых множеств. А мы его одним сумели покрыть. Мы получили противоречие. Есть у нас отрезок. Ну, хорошо, положим то, что он не компактен. Не в компакте. Что это значит? То, что мы не... Вот у нас есть какое-то бесконечное количество открытых множеств, полностью покрывающих этот отрезок. Но мы среди этого количества не можем выбрать такое конечное количество этих множеств. Конечный набор множеств, чтобы они полностью покрывали этот отрезок. Ну, классно. Но разделим этот отрезок пополам. Да? Если бы мы обе части могли бы покрыть конечным набором открытых множеств, то, соответственно, мы просто взяли бы вот этот вот набор, вот этот набор, и суть бы они покрыли, соответственно, их объединение. Вместе это конечный набор. Да. Класс. Значит, какой-то из этих отрезков мы не можем. Значит, какой-то из этих отрезков тоже не компактен. Ну, вот, пускай вот этот, например. Вот он. Ну, разделим его пополам. Ну, применим аналогичное рассуждение. Значит, то, что один из этих кусочков, вот из этих, тоже не компактен. И так далее. Делим пополам, 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 пополам. В общем, как Андрей там нарисовал. В конце концовка мы перейдем вот к какой-то точке. Да. Ну, вот, окажем то, что эта точка вообще не покрыта. И это тем самым получится противоречие. Да, тем самым получится противоречие, потому что мы говорили, что все точки покрыты. Ну, вот, вот, вот эта вот точка. Соответственно, ну, что, значит, пускай она покрыта. Значит, вот есть какое-то открытое множество, которое, соответственно, из наших открытое. Это не обязательно интервал, но интервалчик там содержится. Потому что по определению открытое множество, которое вместе с каждой своей точкой содержит открытый интервал. Так? Да. Дальше. Вот, смотрите. Вот у нас эта точка, соответственно, она, значит, покрыта. Так как длину отрезков устремляли к нулю, то, соответственно, мы можем выделить какой-то радиус. Ну, в смысле, какая-то граница, которая в какой-нибудь отрезок провалится. Да. То один из отрезков, про которых там шла речь, будет целиком в нашем интервале заряжаться. Да, вот. Да. Соответственно, вот. А значит, мы вот в каком-то моменте оба отрезка, вот когда делили два баланса, смогли покрыть одним множеством. Оба отрезка, вот когда делили два баланса. Оба отрезка. Очень важно, что один из отрезков, который не покрывался никаким конечным набором, смогли на самом деле покрыть даже просто одним множеством. Да? Да. Один и всерочное число. Всё, противоречие.